Добрый день! Сегодня мы будем готовить наши пряники. Тесто мы готовили на предыдущем видео. Надеюсь, вы его смотрели. Но если нет, то посмотрите. И оставили его в холодильнике. До хороших времён, как говорится. Когда мы начнём его печь. Через день, через два, через неделю, через две недели. Оно может оставаться в холодильнике. И с ним ничего не случается. Он только становится твёрже. А теперь мы отложим. Пусть оно как бы приходит в себя. Нам понадобятся ножики разные. Нам понадобятся формы. Вот сейчас есть такие формы. Очень удобно ими вырезать. А потом выдавливаете, и оно всё выходит. Плюс ещё и узор сверху появляется. Формы звёздочки, печенье. Если вы будете делать шары, то подойдут вам вот такие кольца. Они бывают разных размеров. Что ещё могу я вам предложить? Есть ещё... Да, кстати, когда будете вырезать, не вырезайте той стороной, где зубчики. А вырезайте гладкой стороной. Есть ещё вот такие формочки. Я купила цветочки, потому что снежинки мы не всегда делаем. Ну, а цветочками можно выдавить, а потом ножиком как бы подрезать краешки. Тоже получатся хорошие снежинки. И всем нам знакомые, наверное, уже, я не знаю, лет 50-60, а может и больше, вот такие формочки. Они бывают разные, большие, маленькие, пластмассовые, железные. У кого какие есть, можете вырезать ими. Есть в фигурке зверюшек, сердечки, луна, цветок, звезда. Вот даже кексик у меня есть. Вот. Ну, это, как говорится, на желающего купить, или если есть дома, использовать. А если нет, ни того, ни другого. Его очень редко печёте. Не хотите захламлять вашу кухню, забивать ваши шкафы, тогда вам пригодятся вот такие шаблоны. Слава Богу, в интернете очень много, можете найти шаблонов. Сделайте ксерокс, вырезайте из них то, что вам нравится, и вперёд. Например, я взяла размеры, правда, я не стала ксерить, взяла размеры, вырезала на бумажке вот такой домик, и мы сегодня с вами приготовим, слепим такой, скажем так. Вот. И ещё я нашла, вернее, выбрала мне подходящие такие, я сперва думала, я сделаю пару сердечек, разукрашу, покажу вам, потом подумала, нет, не только сердечки, мне ещё понравился колокольчик, мне ещё понравился снеговик, сейчас я вам его покажу, снежинка, которую я думаю, как же я её буду вырезать на тесте, ёлочку я сама нарисовала и вырезала, вот такие сахарные палочки, ну, всё, что мне понравилось, я отксерила, вырезала, а потом, чтобы мне удобно было работать, под каждую форму я сделала картонную, вот такую, как говорится, картонный двойник, шаблон, вот. Теперь я буду вырезать, прикладывая этот шаблон, так как, если я буду вырезать с помощью бумаги, ножик может отскочить, может порезать бумагу, и форма изменится, ну, сами понимаете. А потом, когда я закончу свою работу, я всё выкину, или сохраню, ну, вряд ли я сохраню, я выкину всё. Всё, откладываем это в сторону, подготовим наш стол для работы, как подготовим, конечно же, вытираем чистенько, сейчас есть много тряпочек, вот этих микрофибра, они выбирают всё, что есть. Вот теперь достаём наше тесто. Первый закон, как говорится, для этого теста, когда вы его вымешивали, он должен быть гладкий, очень гладкий. Сейчас, смотрите, он такой вот жёсткий, моих пяти минут не хватило, чтобы оно, как говорится, пришло в себя. Ну, мы сейчас будем стараться его раскатывать. Чуть-чуть подпылим стол, тесто и обязательно скалку. И постепенно, постепенно, медленно будем раскатывать его. Если сильно будете давить, там получатся такие впадины, которые потом, при выпечке, вам будут мешать. Они спекутся, но будут бугристые. Когда вы будете покрывать айсинком, это будет некрасиво. Я бы вам это не говорила, если бы у меня так не получилось. Да, у меня некоторые такие вот получились не очень. Вот с первого вот этого пласта получатся очень хорошие. А второй я раскатала заранее, положила в холодильник, чтобы как бы не отнимать у вас много времени. И там получились такие надломы. А эти надломы потом сказались на моих печеньях. Хотя я их обходила. Ну, я вас предупредила, а вы смотрите. В принципе, это всё не имеет значения. Главное, чтобы оно было всё вкусное, свежее. А это так и будет. Чтобы ваши дети позабавились, смогли там что-то нарисовать, вырезать, радовались. Что им ещё надо? А нам тем более. Нам нужна их улыбка, здоровье, чтобы они были счастливы. Рядом с нами на кухне возятся, пачкаются. Не кричите на них. Не обижайте детей никогда. Есть родители. Вызывают. Давай, иди, помогай. Ребёнок приходит, а в итоге обиженный уходит. Не стоит этого делать. Как видите, сегодня я буду раскатывать тесто немножечко толстым. Чтобы и мне, и вам было удобно лепить домик, держать в руках и разукрашивать наши пряники. Вообще пряники должны быть толстенькие. Я так думаю. Это же не печенье, в конце концов. Вот смотрите. У меня тут где-то 4 миллиметра. Хотя всё это можно сделать и 2 миллиметра. Вы знаете, медовое тесто и вообще сладкие, вот такое тесто, если даже вы не добавили мёд, оно поднимается, оно становится пышным. Тем более, что оно было в холодильнике 2 дня у меня. Сегодня третий день. С 17-го, сегодня уже 20-е. Да, третий день. Вот смотрите. Сейчас я буду выкладывать шаблон, но хочу перенести тесто на бумагу, так как после того, как вырежем, переносить неправильно. Надо перенести всё на бумагу. Теперь ещё раз выровняем наше тесто. Мы его поднимали, перекладывали. И выкладываю на него мой шаблон домика. Всё зависит от того, как вы аккуратно будете вырезать. И это раз. И, надеюсь, когда вы уже выложили на бумагу, вы не будете его перекладывать ещё раз. Не будете трогать это тесто. Поэтому оно останется той формы, которую вы вырежете. Ножик должен быть острый. Фигурки должны быть вырезаны до конца. Вот эта крыша. Я сейчас её разделю пополам. Или можно было вот так прямо поставить на тесто и вырезать две одинаковые формы. Ну, я вырежу. А вдруг забуду. Кстати, крышу можно делать потоньше. Во-первых, оно тогда очень хорошо садится на стены. Во-вторых, вы всё равно её ещё будете разукрашивать, она станет ещё толще. Я этого не сделала и жалею. Теперь я буду вырезать. Вырезать удобно ножиком для пиццы. Во-первых, вы дорезаете его до конца. Во-вторых, линии получаются ровненькие. Если у вас шаблон правильный, то всё получится окей. А если у вас шаблон кривой или в измерениях были ошибки, тогда тогда как получится. Сейчас многие говорят, ну, что она заморачивается вот так. Взяла бы, купила силиконовую форму, тесто туда раскатала и всё. Вы знаете, я бы тоже купила бы форму. Во-первых, используем его всего один раз в год. Потом ищите в шкафах. Ой, куда бы всё это положить. Но если вы занимаетесь этим постоянно, пожалуйста, покупайте. Тогда моё видео для вас лишнее, вы это всё знаете. А если вы делаете один раз в год для детей, чтобы им была забава, нам достаточно вот такой формы, то есть вот такого шаблона. Вообще я стараюсь, это я сейчас такая умная, раньше, когда я была молодая, я тоже всё хапала, покупала, особенно раньше же не всё было. Как увидишь, так покупаешь, а потом начинается в шкафу. Одно достала, другое рассыпалось. Одно взяла, в год один раз использовала и дальше лежит. Когда молодые, в магазин зашла, купила, дома и не печёшь, меньше печёшь. Сейчас, конечно, другое время. И люди стали умнее. Ну, а я просто вам подсказала, нужны вам лишние вещи дома? Покупайте. Нет, не покупайте. кто б мне в молодости сказал бы такое. Вы знаете, хотя сейчас опять же многие скажут, ой, не к месту всё это рассказываете, но я всё-таки скажу. Было это очень давно, мне ещё было лет, наверное, между 20 и 25. Естественно, зарплаты никогда не хватает молодым, и одеться надо, и дети маленькие, и куда-то выйти хочется, в магазин заходишь, в наше время, опять же говорю, всего не было, увидишь что-то хорошее, хочешь купить в дом, ну и естественно, был грешок, тоже покупали лишние, был у нас один друг. Ну, и в итоге, под конец месяца, когда уже до зарплаты остаётся ещё неделя, начинаешь считать копейки, и вот этот друг говорит, знаешь, когда заходишь в магазин, смотри, тебе нравится, очень нравится, но ещё подумай, а это мне надо, я могу обойтись без него, если я могу обойтись без него, значит, поворачиваешься и выходишь с магазина, вы знаете, мне это помогло, и думаю, вам тоже поможет, если можно без этого обойтись. Не покупай это, всё. Домик мы вырезали, теперь, края, если где-то недорезано, обращайте внимание, там, углы подправьте, вот остался кусочек, с него мы ещё вырежем, тоже посмотрим, какие фигурки сюда подходят и вырезаем. Лишнее тесто тоже собираем в комочек, его ещё раз раскатаем и тоже будем вырезать. Значит, из этого теста, то, что мы с вами готовили, у меня получилось три противня, значит, два домика, два снеговика, две ёлочки, две большие снежинки, сердечки, маленькие большие цветочки, там, две мишки, куча всего, и дети были довольны. Вот, смотрите, вырезаю ещё сердечко, вот этим ножиком мне будет неудобно, я взяла другой ножик и тоже вырезала. Опять же, повторюсь, толщина должна быть везде одинаковая, где-то больше, где-то меньше, потом это всё сказывается. Придала форму нашим пряникам, ножикам, если, конечно, тесто у вас стояло долго в холодильнике, это всё будет, как говорится, не к чему, потому что оно поднимется и узор этот весь исчезнет. Останутся вот эти дырочки, если вы делаете, вот я сейчас вырежу ещё окошки там, потому что я уверена всё заплывёт и никаких этих узоров не останется. Если тесто раскатаете тоненьким, узоры останутся, конечно, и узоры надо делать ножиком поглубже, тогда они все остаются. Если будете подвешивать вот эти сердечки на ёлочку или завязали бантик, подарили кому-то, тогда делайте заранее дырочки, потому что потом их делать тяжело. Всё. Теперь это можно отправлять в духовку. Проконтролируйте все края. Я же всё-таки решила вырезать здесь окно. Двери придам глубокий такой узор. Не буду его вырезать. Он и так у меня маленький. А окошки постараюсь вырезать. На задней стенке нет, только на фасаде. Можно не вырезать, но если вы хотите там потом поставить какой-то свет, то лучше стоит вырезать. в батарейках есть такие маленькие светильнички. Можете их поставить вовнутрь и будет забава для детей просто. Можно вырезать ножом. Если у вас есть специальные инструменты, можете вырезать этими инструментами. ну все. Теперь уже все. выпекаются они недолго, где-то 7 минут, 180 градусов. Ну, вы смотрите, сами смотрите. Теперь же вот шаблоны, которые я вырезала, я выкладываю прямо на тесто и буду вырезать их. Конечно, ваше время отнимать не буду. Хочу сказать, вот такие шаблоны, их очень тяжело вырезать, там мелкие вот такие места, я один может быть осилю, а может и не осилю даже. Вы же смотрите. Нижней стороной ставим. Пока собираю все, что у меня есть и смотрю. печенья если бы я не делала бы маленький домик, я бы сделала вот такие большие фигурки, разукрасила бы их и собрала бы в коробочку. Смотрите, как удобно вырезать вот такие печенья. если вам попадутся такие снежинки, купите и проще всего раз, раз и готово. А это я купила цветочки с расчетом, что может быть я что-то еще буду делать в течение года, ни один, ни два. Я же пеку много. Вот и купила. Если был бы еще один больший размер, то можно было бы вырезать еще и получилась бы такая середина дырочка по краям. Ну, это на будущее. Если увижу, обязательно куплю. А вот звездочка, сразу на нем узорчик. Шикарно! Раз, раз и готово. И заморачиваться не надо. Это не только на Новый Год, это в любое время года можете сделать печенье себе всяким. Кстати, я озвучиваю уже после того, как сняла. Печенье уже были готовы. Ну, естественно, дети, внуки решили снять пробу. Еще тех печеней, которые, вернее, пряников, которые еще были без глазури. И все одним голосом. Не надо их ничем мазать. Дай мы их с молочком. Умнем. так и получилось, то есть их стало меньше и работы стало меньше. Ну, естественно, умяли. Как видите, я все-таки отважилась, вырезала один большой снежок, один маленький. Ну, теперь собираю их всех. Они должны полностью остыть. Значит, в следующем видео я сделаю айсинг и мы с вами разукрасим наши пряники. А пока хочу попрощаться с вами. Можете приготовить просто пряники, пусть ваши детки кушают, чтобы у вас стол ломился от сладостей и чтобы у вас все было удачно, все было окей. А пока прощаюсь с вами. Встретимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok